Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! Продолжаем читать книгу Исаии. Следующие главы, 36, 37, 38 и 39, следующие четыре главы, которые перед нами, они представляют собой биографический рассказ о пророке, о пророке Исаии и о царе, царе Езекии, и о том, какие события произошли во время, в 14-й год царствования Езекии и дальше. Внимательный читатель обратит внимание, конечно же, что этим главам имеется параллель. В 4-й книге царств, начиная с 18-й главы, описываются те же самые события. Получается такое дублирование. Если уже читатель читал 4-ю книгу царств, а потом вдруг приступает к чтению 36-й главы Исаии, он невольно задает себе вопрос, а я же об этом уже читал, зачем же здесь еще раз повторять то же самое, и включать с совершенно незначительными вариациями, это столь пространный текст, в книгу пророка Исаии, текст, который уже содержится в 4-й книге царств. Видимо, редактор, который редактировал книгу Исаии, он решил весь материал, который имеется о пророке Исаии в 4-й книге царств, включить в эту книгу. И вот этим материалом, вот этими 4-мя главами, завершается первый раздел книги Исаии. С 40-й главы начинается второй раздел, в котором мы уже не встречаемся с Исаией, и нигде Исаия не называется по имени дальше. А здесь Исаия назывался по имени не раз в предыдущих главах. И здесь, начиная с 36-й главы и до 39-й включительно, вновь мы встречаемся с Исаией, встретимся с ним. Ну вот, одно из решений этой проблемы, одно из решений, это то, что редактор книги Исаии, или первой части, первого раздела книги Исаии, он решил завершить этот первый раздел, эту первую книгу, первую часть Исаии, включив в нее весь материал из 4-й книги царств, чтобы уже все, что связано с Исаией, было собрано в книгу, носящую его имя. Ну, а теперь перейдем к чтению этих биографических глав, где говорится о той великой опасности, которая постигла Иудейское царство во время царствования Исикии. А потом 36-я и 37-я главы об этом говорят, а потом 38-я и 39-я говорят дальше о Исикии, о его взаимоотношениях с Исаией, о болезни, которые он пережил, и о божественном уроке, который он должен был извлечь из всего с ним происшедшего. Кстати, следует заметить, что то, о чем повествуется в 4-й книге царств, в соответствующих главах, ну и о том, что у Исаии в книгу включено, имеется параллель и во 2-й книге «Паралипоменон», во 2-й книге «Хроник». Но там рассказ под определенным богословским углом зрения, характерным для хрониста, и имеет более сокращенный вариант. Сокращенный и написанный иначе под другим углом зрения. Если доберемся когда-нибудь до 2-й книги «Паралипоменон», «Паралипоменон» порассуждаем и об этом. А пока перейдем к тому, как описывается все это, все, что произошло с Изикии в его царствовании у Исаии. Еще раз напомню, что почти полностью, за исключением лишь мелких незначительных вариаций, этот текст, эти глав 36, 37, 38, 39, ничем не отличаются от соответствующих мест 4-й книги царств, где говорится о том же самом. «И было в 14-й год царя Изикии», более точное имя звучит «Хискиягу», «Господь, крепость моя», «Пошел Синнахирим, царь Ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи и взял их». Это был поход вообще на 701 год приблизительно, конец 8 века до Рождества Христова. Это был поход против филистимлян, против всего вот этого Ближнего Востока, восточного берега Средиземного моря. Вот это был его поход против вот этих городов и его вот большим таким взятым крупным городом, который он взял, Лохишем. Вот этот Лохиш был его опорным пунктом для дальнейших вот экспедиций. Там была у него ставка. Вот этот самый царь Синнахирима, сирийский царь Ашура. Вот Синнахирим, Синнахириб, Санхирив, еще более точное слово имя, Санхирив, его произнести, если точнее. Вот против всех укрепленных городов Иудеи и взял их. Видимо, следуя конечной целью, конечной целью Ассирийцев был Египет, естественно, дельта, но не сразу, далеко не сразу сирийцам удалось прорваться в Египет и установить над дельтой свой контроль. Вот все, что удалось в том походе царю Санхириву, Синнахириму, Синнахириму с надального перевода, вот ему удалось взять некоторые города Финикии, некоторые также города Иудеи. Некоторые комментаторы справедливо полагают, что вот в первой главе книги Михея, где перечислен целый ряд городов, которые терпят какое-то бедствие от внешней военной опасности, перечисляются города, там целый ряд городов, названия которой больше нигде не встречаются. Некоторые полагают, комментаторы, что речь идет как раз вот тоже вот об этом походе Синнахирима, Санхирива, на Ближний Восток. Заметим, что к тому времени уже 20 лет, как не существовало Северного царства, которое, ну, израильское десятиколенное, которое было разбито, и столица которого, Шамрон, были взяты еще предшественниками Санхирива, Саргоном II, Салмонасаром V. И существовало маленькое иудейское царство, затерянное в иудейских горах. Может быть, Шфила в него входила, пограничная область, пограничная с Филистеей. И вот этот самый Санхирив, он все эти места взял и угрожал Иерусалиму, о чем мы дальше будем читать. Послал одного из своих генералов с полчищем к стенам Иерусалима. И послал царя сирийский из Лохиса, Лохиш, город очень крупный, недавно-то, не так давно раскопанный, очень много было сделано в нем находок. Вот этот самый Лохиш, когда-то иудейский город, был взят с сирийцами, и Санхирив сделал в нем свою ставку. Послал царя сирийский из Лохиша в Иерусалим к царю Изякии Рапсака с большим войском. Полководец Рапсак, командующий большим войском, послан им к Иерусалиму. И он остановился у водопровода верхнего пруда на дороге поля Белильничева. Изякия известен тем, что он соорудил большой водопровод, из которого нижние воды Гихона подавались в крепость Иерусалимскую. И паломники, бывавшие в Иерусалиме, знают, что этот водопровод до сих пор существует, по нему действительно течет вода, и любой человек может, даже экскурсант может, пройти по этому туннелю. Туннель, если я не ошибаюсь, 533 метра длиной, чудесное по своим временам сооружение, когда две бригады проходчиков шли навстречу друг другу, прорубая скалу, и встретились в одной точке. По тем временам, без инструментов, без локаций, очень трудно было это сделать, но вот чудесным образом они сошлись именно в той точке, где должны были встретиться, идущие навстречу друг другу бригады горных проходчиков. Вот этот туннель Изякии знаменитый существует, и водопровод верхнего пруда, тот ли водопровод имеется или нет, здесь не берусь, что уточнять точно. Ну вот, занимался Изякия этой проблемой снабжения города Иерусалима водой, что для важной, если этот город осажден врагами, без воды человек жить не может, поэтому в осажденном городе обязательно должна быть вода. В книге «Паралипоменон» говорится о том, что некоторые водные источники водопровода Изякия вынуждены были засыпать перед военной угрозой, ну а вот другие, наоборот, как раз оставались. И вот остановился у водопровода верхнего пруда этот самый Рапсак, с ним огромное полчища, на дороге поле Беленище. Было Беленище поле, помните, в Евангелии даже белильщик не может выбелить, так столь ярко блистали одежды преобразившегося пред глазами учеников Иисуса. Вот белили белильщики на особом каком-то поле. Это было их поле, где они белили. Белили одежды, может быть, создавали какую-то белую такую известь, которой белили еще и могилы, говорит, гробы повапленные, говорит Господь. Побеленные гробы, внутри полные нечистых костей. То есть профессия белильщика была тогда очень важной и востребованной. «И вышел к нему Элиаким, сын Хилкиин, начальник дворца, и Севна, Шевна, писец, и Иоах, сын Асафа, вдеописатель». Дальше описывается вся эта история, параллельное описание, которое параллельно тому описанию, что содержится в четвертой книге царств, книге Млахим. «И сказал им Рапсак, скажите...» То есть царь Изякия посылает на переговоры с Рапсаком царедворцев своих. «И сказал им Рапсак, скажите Изякии, так говорит царь великий, царь Иссирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь?» Ассирия, первое в мире государство, претендовавшее на мировое господство. «Царь царей» такой был титул, который... Царь, который правит на пространстве всех четырех крыльев ветра, всех четырех крыльев земли, все концы земли в его власти. Это вот... Все это в его титулатуру входило. «Царь царей» и так далее. Вот здесь он назван «Царем великим», «Царь Иссирийский». Перед которым пали все, пал даже Дамаск, пал Шамрон, Самария, пали многие-многие города, который дошел до Средиземного моря, когда-то его еще предшественники этого самого Синахирима намочили оружие в водах Средиземного моря и воронти. И совсем немного пройдет времени и захватят и Египет. В общем, самое могущественное по тем временам государство. Жестокое, тоталитарное и нетерпевшее, чтобы кто-то ему противоречил. И выдвигался ультиматум. Город должен был сдаться и тогда обложен быть данью и ежегодно выплачивать эту дань. Если город оказывал сопротивление, ассирийцы поступали очень жестоко. Стены разрушались, дома все разрушались до основания, поля засыпались солью, каналы засыпались, сады вырубались, все население поголовно истреблялось. Пирамиды затрубленных голов на площадях были такой вот агитацией, пропагандой ассирийцев для устрашения других городов, которые думали сдаваться им или нет перед силой ассирийского оружия. Так вот и здесь тоже Илья Аким затворился в крепости Иерусалимской и город не сдавался ассирийцам, город был осажден им. Для переговоров с полководцем, вот этим Рапсаком, посланным с Анхиривом, посылаются царедворцы, начальник дворца, писец, деописатель, их посылает царь Иезекия для переговоров. Начинает свое слово Рапсак и говорит от имени царя ассирийского. Так говорит царь великий царь ассирийский. Что это за упование, на которое ты уповаешь? Как ты вообще собираешься устоять перед нашим великим ассирийским полчищем? Я думаю, это одни пустые слова. Для войны нужны советы сила. Итак, на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Отложился, перестал выплачивать дань. Ежегодную дань, которую необходимо было собирать и увозить в Ассирию. Так вот, Изякия, может быть, не мог собрать дань, может быть, не хотел, может быть, решил вступить в какую-то антисирийскую коалицию во главе с Египтом. Египет пытался все время сколотить коалицию среди ближневосточных государств против Ассирии. Ну, в общем, он прекратил. И здесь это называется отложением. Он отложился. Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто обопрется на нее, войдет тому в руку и проколет ее. Таков фараон царь египетский для всех уповающих на него. Сила Египта, прошлая сила давно уже прошла, его могущество уже осталось далеко в истории, и новыми мироправителями были ассирийцы уже не первые десяток лет на Ближнем Востоке. Египет уже никогда не будет таким могущественным, каким он был во втором тысячелетии до нашей эры. Первое тысячелетие, первая половина первого тысячелетия это власть держав междуречия. Сначала новая ассирийская держава, потом ее сменит новое вавилонское царство, ну и затем в середине первого тысячелетия им на смену придет уже мидо-персидская эпоха, персидский царь. Да, так вот, фараон, этот самый царь египетский, он здесь уподобляется надломленной трости. На надломленную трость невозможно опереться, она проткнет руку. вот так же и те, кто надеются на фараона, их надежда не приведет ни к чему, как лишь к собственному поражению. А если скажешь мне, на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Иезекия и сказал Иуде и Иерусалиму пред всем только жертвенникам поклоняйтесь. Иезекия провел религиозную реформу, централизировал культ в Иерусалиме, потом, спустя много десятилетий реформой такой же займется праведный царь-реформатор Йошиягу Иосия. Вот здесь вот эта вот демагогия, которую здесь развел Рапсак, он здесь в этой демагогии говорит, что инобоговый, говорит, заключенные в Иерусалиме люди не должны уповать, потому что здесь как бы он агитирует против Иезекии. Смотрите, что сделал Иезекия. Жертвенники отменил, все, кроме Иерусалимского, высоты, да, то есть в рамках той религиозной реформы, границ, которая очерчена в книге во второзаконии, централизированной культ в Иерусалиме с запретом всех высот и прочих жертвенников Богу. Здесь он явно пытается вбить клин между Иезекией царем и его реформами и остальным населением Иерусалима, разделяя властью. И так вступи в союз с господином моим царем ассирийским. Я дам тебе две тысячи коней. Можешь ли достать себе всадников на них? Издевается, он иронизирует. Вас в Иерусалиме, наверное, и воинов-то столько не будет, чтобы сесть на коней, которые я вам могу подарить. И как ты хочешь заставить отступить вождя одного из малейших рабов господина моего, надеясь на Египет ради колесниц и коней. Египет поставлял всему Ближнему Востоку коней. Их там выращивали и поставляли коней. Это главное средство для ведения войны. Кони, колесницы поставлялись из Египта, в том числе и Иудейскому царству. Здесь Рапсак продолжает говорить от имени ассирийского царя и передает как бы его слова ассирийского царя. Ну и дальше его демагогия продолжается. Он неплохой видимо оратор. Да разве я без воли Господней? Вот интересно здесь он имя Господне упоминает. Имя Бога Израилева собственно имя Божие. Да разве я без воли Господней пришел на землю сию чтобы разорить ее? Господь сказал мне пойди на землю сию и разори ее. Может быть он обманывает. Может быть Господь ему и не велел этого делать. Ну такова уж пропаганда такова демагогия вот этого рабсака что он здесь пытается всячески убедить отворить ворота Иерусалима сдаться и не гнушается даже вот таким приемом что ссылается на Господа в которого верят осажденные иерусалимляне. он утверждает что он по воле Господней пришел действительно все совершается по воле Божьей и вот погибель этой армии о которой мы прочтем дальше в следующей главе погибель армии полчища огромного сирийцев она тоже будет по воле Божьей причем во мгновение ока попустил Господь да прийти а вот слышал ли Рапсак непосредственно слова Господа прийти не ясно может быть это лишь такой пропагандистский прием он использует да и сказал Илиаким и Севна и Иуах Рапсаку говори рабам твоим по-арамейски потому что мы понимаем а не говори с нами по-иудейски вслух народа который на стене иерусалимская аристократия владела арамейским языком одним из распространенных самых распространенных языков на Ближнем Востоке наравне с аккадским арамейским арамейский язык был в новоасирийскую эпоху и станет в новоавилонскую эпоху по сути говоря государственным языком арамейский сменил можно сказать аккадский вытеснил его постепенно и на много-много веков арамейский стал языком международного общения, и аристократия, столичная аристократия, владела этим международным языком арамейским, он близок к языку, который здесь назван иудейским, то есть к древнееврейскому языку, близок весьма, но все-таки это разные языки, и, ну, как, например, если мы услышим украинскую речь, то не все сразу ее поймут, и большую часть человек может не понять русский, или человек заговорит на русском языке где-нибудь в Сербии, тоже не все сербы сразу его поймут, а многие не поймут вовсе. Вот и здесь языки, хотя близкие, родственные, но простой народ, амгарец, простые люди, сидящие на стене, наблюдавшие за этими переговорами, вот, они знали свой родной иудейский язык, еврейский язык, а арамейский язык не знали, может быть, какие-то знакомые слова в этом языке им и встречались, вот, но если бы они говорили по-арамейски, то большая часть народа их не понимали бы, но вот этот самый Рапсак, он владел иудейским языком и говорил по-иудейски, а по-арамейски не говорил, и поэтому вот эти Ильяки, Исевна, Иоа, говорят ему, говори на своем родном языке, на арамейском, зачем ты говоришь на еврейском, потому что мы-то понимаем арамейский, ты же с нами переговоры ведешь, а этот Рапсак человек лукавый, хитрый и опытный такой вот пропагандист, он говорит, нет, я буду говорить, говорить на вашем языке, на языке вашего народа, и сказал Рапсак, разве только к господину твоему и к тебе послал меня господин мой сказать слова сии, Синахирио называет своим господином, нет, так же и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою вместе с вами. Вот как он обращается. Можно представить себе, как народ слушал все эти речи. Что значит эти слова? То есть мы сейчас ваш город осадим, он будет в осаде, вот, и вода у вас кончится, еда кончится, и начнется людоедство, и люди начнут умирать от голода, и тогда вот узнаете. И встал Рапсак и возгласил громким голосом по-иудейски, и сказал, слушайте слово царя великого, царя ассирийского, вот он обращается уже не к посланникам языки, не к царедворцам иерусалимским, а обращается он ко всему народу, а народ облепил всю стену крепостную иерусалимскую и слушает этого самого Рапсака. Так говорит царь, ассирийский царь, и дальше он начинает говорить от имени царя, этот Рапсак. Пусть не обольщает вас языкия, ибо он не может спасти вас, спасти вас, вот, ассирийцев, нас, то есть, говорит Рапсак. И пусть не обнадеживает вас языкия, Господом говоря, спасет нас Господь, не будет город сей отдан в руки царя ассирийского. Не слушайте языкии, ибо так говорит царь ассирийский. Примиритесь со мною, и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей, и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодезя. Да коли я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников. Видимо, скрываясь от врагов, люди, многие из окрестностей тоже собрались, из окрестного сельского населения собрались в город. Во время осады город многократно увеличился, потому что все окрестные, жители окрестных деревень собирались за крепостными стенами. Так обычно бывало. И у каждого из них была своя виноградная лоза, своя смоковница, но где они? В Иерусалиме, конечно, а в поле. Вот он говорит, армия отступит, опять идите, выходите, открывайте ворота, идите, занимайтесь, культивируйте свои смоковницы, виноградные лозы, сидите под ними. А потом я приду и уведу вас в землю такую же, как и ваша, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников. Он говорит здесь о депортации. Обычная политика ассирийских правителей, начиная из Теглат-Паласара III, это внутренняя политика, он был реформатором великим, это Теглат-Паласар III, внутренняя политика строилась по отношению к захваченным народам. Строилась так. Простой народ оставался, как раз вот ухаживать за этими садами и виноградниками, а большая часть народа депортировалась в пределы коренной ассирии. А и оттуда, из коренной ассирии, даже из Мидии заселялись пришлые народы. Так вот, в свое время было с Самарией, пришли другие народы и заселились. Десятиколенные представители Десятиколенного Северного Царства были депортированы и рассеяны по самым крайним пределам ассирии. Депортация подломила национальный дух, национальное сопротивление. Человек, оторванный от родной земли, уже не может с такой же вот яростью, ревностью отстаивать и бороться за землю, которую у него отобрали. И его дух уже воинственный угасает, это известно. И вот здесь он говорит, я вас депортирую, депортирую в другую землю, то есть сразу им говорит, что жизнь ваша сохранится, вы не будете вот умирать от голода и жажды в осажденном городе, обольщая их хлебом и вином, но уже в другой земле, куда он их собирается, куда ассирийский царь их собирается депортировать. Почему такие реформы проводил Теглат-Паласар, третий когда-то, задолго еще до Сан-Хирива, вполне понятно, потому что когда все истребляется и уничтожается, то никакую экономику никакой страны не построишь. Когда города разрушены, сады вырублены, каналы засыпаны, весь народ поголовно истреблен, то как дальше жить-то? Ну покорить можно, завоевать, но если город этот и земля, когда эта страна включается в, собственно говоря, становится ассирийской провинцией, то тогда надо как-то по-другому жить и по-другому строить экономику. И вот прекрасное такое нововведение было придумано Теглат-Паласаром третьим. Когда-то это депортация, когда целые народы переселялись далеко-далеко от своих родных земель, а на их место заселялись другие народы, вот такое вот лишение целых народов своих земель, массовое переселение, массовая депортация была введена Теглат-Паласаром третьим, а Санхирив, Сенахирим, он продолжал эту политику, будут продолжать ее и вавилоняне, на ухода Носар, другие представители нового вавилонской державы, пусть и в меньших масштабах не так радикально, как ассирийцы, но депортационная внутренняя политика по отношению к завоеванным покоряемым народам будет продолжаться и вавилонянами в будущую эпоху. И ее на себе вполне испытают иудеи, знать, чья знать, и ремесленники будут переселены на ухода Носаром в Вавилонию. Здесь все обойдется во времена Иезекии и дальше пройдет еще несколько десятилетий, почти целое столетие, и даже столетия чуть больше, чем столетия. Вот иудейское царство будет еще продолжать свое существование при ассирийцах. И сейчас мы из дальнейшего повествования увидим, как Господь пощадит Иерусалим, пощадит Иезекию, пощадит свой иудейский народ, а Рапсак и его полчища будут Богом поражены. Известно из истории, что Иезекия в конце концов вынужден был подчиниться ассирийскому царю, признать себя вассалом, выплатить огромную дань. И в 4 книге царства мы об этом читаем. Он называет себя рабом ассирийского царя, кается и признает себя вассалом ассирийского владыки. Но пока описывается противостояние его с Ассирией. Дальше продолжается речь Рапсака. «Итак, да не обольщают вас Иезекия, говоря, Господь спасет нас. Спасли ли боги народа в каждой свою землю от руки царя ассирийского? Где боги Эмафа и Арпада? Где боги Сепарваима? Спасли ли они Самарию от руки твоей? Вот здесь Эмаф, Арпад — это города, расположенные на севере. Эмаф — это нынешняя Хама в Сирии. Собственно говоря, это северное вхождение в долину Бекаа, вход в Эмаф, долина Бекаа, которая между Ливанским и Анти-Ливанским Нагорьем, протяженная пространная долина, чрезвычайно плодородная. На севере расположен город Хама, нынешний, бывший Ямаф, Ямаф синодального перевода. Но Хамат, так в еврейском тексте город Хамат, вот он здесь упоминается. Арпад, Арват — это один из финикийских городов на берегу Средиземного моря. Там их идолы, их божества, их капища идольские, в которых, наверное, тоже молились, местное население молилось, когда ассирийцы их захватывали. Но эти боги не смогли уберечь их, защитить от ассирийцев. И дальше перечисляется тут через запятую еще божества Самарии. Самария, Шамрон, Северно-Израильское царство, было тоже захвачено сирийцами в 721-722 годах до Рождества Христова. Но там, не случайно здесь говорится о богах, а не о боге, помимо бога истинного, бога Израилева, Господа, они в Северном царстве занимались поклонением другим богам. То есть был религиозный синкретизм. И наряду с почитанием единого истинного бога, бога Авраама, Исаака, Иакова, бога Моисея, бога, который вывел их из земли египетской, почитались другие божества. Местные хананские, финикийские божества, вавилонские, ассирийские. Все об этом очень хорошо и подробно описано в той же самой четвертой книге царств. О том, каким они занимались там синкретизмом. Может быть, под богами здесь Рапсак также и понимает еще и золотых тельцов, которые Раваам Первый установил в Дании и в Бейтеле, на северной и южной границе своего царства израильского. Спасли ли они от Самарию от руки моей? Телец самарийский. Такое словосочетание, такое выражение мы встречаем у пророка Осии. Самарийский телец пойдет в плен, он говорит. Вот тот золотой телец, который стоял в Бейтеле, может быть, он вместе здесь с тельцом, который в Дании, здесь называются богами. В устах Рапсака, конечно же, эти тельцы богами не были. Они могли быть какой-то еретической запрещенной иконографией северного израильского царства и своего рода изначально представляли собой лишь пьедестал для ног Всевышнего, того бога, который вывел их из Египта. Но потом уже в народном благочестии сами по себе эти объекты, эти золотые тельцы превратились в кумиров, превратились в Идолов и в объект для поклонения. Так вот он говорит, ну почему боги других народов их не спасли, а вы надеетесь, что вас бог вас спасет. То есть он здесь занимается, по сути говоря, кощунством, богохульством и утверждает, что бог иудеев, истинный, единый бог, в который верят иудеи, он его уравнивает со всеми другими божествами других народов, здесь Рапсак уравнивает, и утверждает, что и ваш бог вас не спасет. Но мы дальше увидим, что Господь посрамит этого самого Рапсака вместе с господином его Санхирьевым и спасет таки свой народ, потому что этот народ во главе со своим царем из Икеи, с его верным наставником Исайей, они хранят верность истинному единому богу и не поклоняются ложным божествам, божествам Ямафа, Арпада, Сипарваима. «Который из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей», озвучивает слова Санхирьева Рапсак, действительно никакой не спас. «Так неужели спасет Господь Иерусалим от руки моей?» И вот тут-то как раз и произойдет это самое спасение Иерусалима из руки ассирийцев. Ни один город не был спасен. Пал Шамрон, перед этим пал Дамаск. Пали другие города, прекрасные, великие города. Это Хамад, Арпад, Сипарваим. А вот Иерусалим устоит не потому, что могучий город, великий, не потому, что у него много оружия. Оружия немного. Даже всадников на две тысячи коней не найдется. Но потому, что Господь его пощадит, пожалеет. Господь сам заступится за свой город. И дальше мы об этом будем читать. «Но они молчали. Они кто? Илиаким, Севна, Иоах, но и весь народ вместе с ними. Молчали, не отвечали ему ни слова. Весь народ молчал, не отвечал. Потому что от царя дано было приказание, не отвечайте ему. Слушали эту вражью пропаганду, но отвечать не имели права. «И пришел Илиаким, сын Хилки, начальник дворца, и Севна, писец, и Иоах, сын Асафов, деписатель, к Езекии в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рапсака». Дальше, в следующей главе мы будем читать о покаянии пред Богом, о молитве слезной царя Езекии и о том, как Господь пощадит и Езекию, и Иерусалим, и все беззащитное иудейское царство. Оно беззащитно перед оружием ассирийцев, но у него есть защитник на небесах, это Господь. И Господь слабое, плохо вооруженное, беззащитное иудейское царство защитит и спасет от самой великой армии того времени. Как часто будет повторяться это в истории, в других поколениях у верующих, когда малыми силами и малым, незащищенным обществом людей верующие противостоят могущественным державам и при благовременно подаваемой защите Божьей могут устоять, выжить, одолеть любую армию и любую осаду. 37-ю главу мы будем читать в следующий раз, а эта запись сделана для библейского портала Экзегет.